Городская прокуратура проанализировала состояние законности и правопорядка в городском округе за 2020 год. С ежегодным докладом на 29-м заседании Совета депутатов выступил городской прокурор Иван Денисов. Он обратил внимание парламентариев на исполнение законов, направленных на борьбу с организованной преступностью, коррупционными правонарушениями, преступностью несовершеннолетних. Приоритетное направление деятельности прокуратуры – соблюдение прав предпринимателей. Так, выявлено 203 нарушения закона, 26 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности. Итоги деятельности органов полиции за тот же период подвел начальник Межмуниципального управления МВД России Щелковская Владимир Катков. Больше, чем в прошлом году, расследовано тяжких и особо тяжких преступлений. Раскрываемость по управлению МВД выросла с 51 до 56%. Владимир Катков рассказал о предстоящей передислокации подразделений полиции и ГИБДД. В результате которой отдел полиции на Свирской переедет из жилого здания в более просторное нежилое. Информацию о деятельности полиции и прокуратуры депутаты приняли к сведению, после чего приступили к обсуждению исполнения бюджета 2020. Финансовый документ исполнялся в непростых условиях, осложненных пандемией. Усилия финоправления были направлены на сглаживание негативных явлений и колебаний за счет задействования резерва в бюджете округа. По общему объему доходов бюджет был выполнен на 102,5%. При плане 10,265 млрд. рублей поступило 10,523 млрд. рублей. При этом план собственных налоговых и неналоговых доходов выполнен на 114,8%, что явилось лучшим показателем среди всех муниципалитетных областей. Расходная часть бюджета исполнена на 95% или 10,121 млрд. рублей. Так, введены в эксплуатацию школы в микрорайонах Жигалово и Солнечный, выполнено проектирование двух детских садов, четырех общеобразовательных школ в Щелково и плавательного бассейна в Монино. Выполнены сложные инженерные работы по перекладке канализационного дюкера под дно клязьмы и работы по восстановлению коллектора водоотведения между Звездным городком, микрорайонами Бахчеванжи и Чкаловский. Оптимизация расходов на второстепенные мероприятия образовала профицит в 400 млн. рублей, что придало бюджету устойчивость и сбалансированность. Отчёт об исполнении бюджета депутаты приняли. Внешнюю проверку исполнения бюджета 2020 провела контрольно-счётная палата. В муниципальную казну возмещено более 15,5 млн. рублей. Ещё 47 млн. компенсировано в виде работ и услуг. Результаты деятельности КСП за год депутаты также приняли к сведению.